ВАМОС! Здравствуйте, мои дорогие девчоночки-любительницы стиля, все, кому за 50+. Сегодня вас ожидает интересное, на мой взгляд, видео, в котором вы увидите образы, составленные очень стильной женщиной из Испании по имени Антонио. Даже если вы находитесь на даче или где-то в отпуске у моря, то найдите, пожалуйста, минутку, доставьте себе удовольствие, налейте себе чашечку кофе или чая или какого-нибудь прохладительного сока. Кстати, очень вкусно заваривать сейчас чай крокодэ и пить его в холодном виде. Если вы не пробовали, то обязательно попробуйте, рекомендую. Именно в холодном виде он понижает давление. К тому же там полно витамина С, намного больше даже, как говорят и пишут, чем в лимоне. И вообще он очень вкусный, приятный напиток. К тому же он способствует снижению веса, потому что антиоксиданты чистят организм. Вообще это, конечно, по сути не чай, а отвар из цветков гибискуса, поэтому он не содержит танина, алкалоиды, чайных листьев, поэтому напиток, особенно в охлажденном виде, не возбуждает и не увеличивает сердцебиение, а расслабляет и успокаивает. Девочки, это не реклама. Я просто люблю в холодном виде крокодэ даже больше, чем в горячем виде, потому что я гипертоник, и поэтому я его часто пью. Я просто вам советую. Все, кто хочет, найдут всю информацию в интернете для себя, прочитают, и я думаю, что вам понравится расслабляться с холодным чаем крокодэ летом в жару. Ну и, конечно же, полюбуемся образами Антонио и пообсуждаем их вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы, наверное, уже смогли заметить, Антония отметила свое 65-летие. Уже выглядит она довольно-таки стильно, со вкусом подбирает свои образы, и поэтому ее возраст можно определить только в паспорте. Выглядит она моложе, и это не потому, что она проживает в Испании, и море так действует, а это потому, что ощущает она себя внутренне значительно моложе, чем есть. Как она о себе пишет? Она любит спорт, ведет активный образ жизни, очень любит путешествия, очень любит свою семью, в общем, живет полной жизнью. Чем же привлекла мое внимание Антонио к своим образам? Прежде всего, яркими красками. Я не люблю монохрома, особенно если все это тоталь, блэк, черное, постоянно все. Это как бы мне не очень нравится. Так вот, ее образы подобраны в такой цветовой гамме, которая созвучна моей. В предыдущих своих видео я постоянно говорю о том, что женщине за 50, а тем более за 60, нельзя носить выше колен. Но беру свои слова обратно. Антонио меня переубедила, кстати, она очень любит носить шорты, что все зависит от фигуры. Если тебе фигура позволяет, то почему бы и не показать ее всем остальным, что вот в этом возрасте вот такая у меня шикарная фигура и ноги, которые я могу продемонстрировать в шортах. Но для этого надо заниматься спортом и очень много. Во всяком случае, Антонио в шортах смотрится вполне прилично. Восторг. 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 Специалисты нам, женщинам за 50, советуют, несмотря на то, что в этом сезоне очень модны яркие тона и в том числе кислотные тона, то нам, женщинам за 50, специалисты советуют отказаться от них и носить пастельные тона. Пастельные тона очень нежные, конечно, они идут практически любой женщине, и блондинке, и брюнетке, любой абсолютно. Но я не согласна, я не специалист, но я не согласна. Напишите ваше мнение, как вы считаете, может ли женщина нашего возраста носить яркие, а тем более летом, ну когда, как не летом, мы можем себе позволить одеваться в яркие тона. У меня много видео, подтверждающих это. Одно из которых всем вам понравилось, о стилисте Мартини из Германии, и она там показывает очень яркие модели, в том числе и ярко-желтый. Просто почти кислотное в сочетании с серым. Это очень модное сочетание, очень красивое, которое всем понравилось. Если вы не видели еще, то я оставлю ссылочку в конце видео, можете зайти посмотреть в плейлистах о стильных женщинах. Вы сможете найти очень много женщин 50+, которые ярко одеваются, в том числе и Мартини. Как вы можете заметить, Антонио не придерживается какого-то одного стиля. У нее присутствует множество стилей от классического, кэжуал, и в том числе боха, как раз то, что вы сейчас видите. Образ оставляется по настроению, обстоятельствам. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя в нем комфортно, и чтобы он был уместен. Антонио обладает очень хорошим чувством цвета. Это ничегошеньки лишнего, она не добавляет в свои образы, он не кажется крикливым, кричащим, фриковым каким-то таким образом. У нее все очень достойно смотрится. Ведь можно быть яркой и при этом не быть светофором. Помните фильм старый «Высота»? Уметь вовремя остановиться, не добавить туда лишних цветов, которые уже будут удешевлять этот образ. Это тоже искусство, это тоже надо быть художником, чтобы увидеть, что этот цвет уже лишний. Поэтому Антонио выдерживает все правила стиля, и в ее образах не больше двух-трех цветов можно увидеть. Кстати, что касается женщин полных за 50, то согласно высказываниям все тех же специалистов, которые нам советуют, они рекомендуют выбирать мелкие цветочные композиции этим женщинам полным за 50. Потому что они очень легкие, не утяжеляют образ. Также можно подбирать одежду с вертикальной тонкой полоской или в клеточку, опять-таки не крупную. Это советы специалистов. Ну а на примере Ольги Ипатовой вы, наверное, видели все это видео, как нужно одеваться крупным женщинам ярко, красиво и не обязательно так, как учат специалисты. У каждого из нас есть любимые цвета, которым мы отдаем предпочтение своей одежде. На протяжении всей жизни они могут меняться. Например, в юности я любила от голубого до темно-синего всевозможные тона, и мне они шли. Затем я полюбила от сиреневого до темно-фиолетового. А был период, когда я предпочитала красный цвет, и в моем гардеробе было очень много одежды именно этого цвета. Но со временем наши предпочтения меняются, и сейчас мне очень нравится желтый во всех его оттенках цвет. Особенно в сочетании с серым, начиная от цвета светлого асфальта до цвета мокрого асфальта. Очень красиво смотрится в сочетании с желтым, даже больше лимонным. А еще я очень любила всегда зеленый цвет и люблю до сих пор. Поэтому, когда я увидела у Антония вот эти комплекты, которые вы сейчас видите, лимонного цвета, брюки широкие и блузка, мне очень понравились. Это как раз вот тот цвет, который радует мой глаз. Это видео и еще одно я готовила еще до своего отъезда. Но не успела его озвучить, и сейчас, вернувшись, я поняла, что оно немножко уже неактуально. То есть это, которое вы видите, оно составлено из летних образов Антония. А предыдущее, которое я хотела выпускать, оно составлено из, скорее, весенних-осенних образов. Поэтому оно останется лежать до тех дней, когда у нас будет немножко холоднее. А сейчас у нас жарко, естественно, оно неактуально. А вот это видео с летними образами вы как раз увидели, я его немножко доработала. И буду с нетерпением ждать ваши комментарии, понравились вам или нет, и что именно понравилось. А то видео, которое я готовила выпустить первым, вы, конечно же, увидите, но попозже, когда у нас наступят уже не такие жаркие дни, будет похолоднее. И как раз то видео будет актуальным для вас. Для всех тех, кто не знает, хочу сообщить, что у меня есть второй канал, где я читаю рассказы всевозможные, начиная с юмористических и заканчивая душевными, жизненными рассказами, короткими. Кому интересна эта тема, для тех, кто любит аудиорассказы или аудиоспектакли, проходите по ссылочке, которую я оставлю обязательно, либо в конце этого видео, либо в моем комментарии можно найти. И подписывайтесь и слушайте, если вам понравится эта тема. Я буду только очень рада этому. Буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, не пожалейте пальцу вверх, поставьте лайк, поделитесь в соцсетях, пусть другие тоже посмотрят. В ближайшее время выйдет видео для вас. На мой взгляд, это видео будет интересно не только стильным женщинам, но всем тем, кто любит стиль Боха Кэжуал. Там есть интересные очень модели от стилиста из Австралии. Поэтому не пропустите, рекомендую, скорее всего, что выйдет два, может быть, даже три видео, где мы с вами научимся составлять образы, интересные в этом стиле. Еще вы увидите одну или две зарисовочки из Санкт-Петербурга. То, что меня там убило, наповал и поразило, и я не могу молчать по этому поводу, вы обязательно увидите это видео. Если вы попали на мой канал впервые, и если вам понравилось, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, иначе вы их просто не будете видеть. Если вы занимаетесь рукоделием, и вам есть чем поделиться, может быть, вы сами составляете образы стильные и хотите поделиться с нами, то у меня есть группа «Тэфи Германия» ВКонтакте. Вы можете туда зайти, выложить свои фотографии, и потом я сделаю общее видео, куда войдут ваши работы. Если вас интересует какая-то отдельная тема, у меня есть плейлисты. Вы заходите в плейлисты по темам. Там есть тема «Боха», там есть тема «Рукоделие», там есть тема «Стильные женщины». Там много очень тем. Вы находите в плейлистах те темы, которые вам интересны, и смотрите. Хорошей вам погоды, отличного вам отпуска, если вы находитесь в отпуске. Если вы на даче, то хорошего вам урожая. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова